В городе Спакан, штата Вашингтон, вышла в свет детская книга на русском языке. Ее название говорит само за себя. По-детски, но важное. Заинтересовался этой книгой и епископ Юрий Коновалов. Священнослужитель встретился с автором книги, президентом Клуба поэтов штата Вашингтон, Николаем Чубенко. Николай уверяет, что идею создания именно этой книги дал сам Всевышний. Именно поэтому он верит, что данное издание поможет маленьким читателям правильно принимать решения в жизни. Мы с женой очень долго молились и просили, чтобы Бог дал что-то. И я верю, что эту книгу дал сам Господь. Эта книга, она именно формирует характер наших детей. И я верю, что если дети будут воспитаны правильно, ценная информация будет в разуме и в сердце наших детей, то следующее поколение, поколение наших детей, которые вырастут и шагнут в жизнь, это будет здоровое, благословенное и хорошее поколение. Задумка автора в том, чтобы ребенок прочитал, раскрасил и запомнил изложенный материал. Такая методика поможет понять и легко усвоить написанное автором. Изучая простые строки стиха, а затем разукрашивая соответственный рисунок к стихотворению, ребенок на подсознательном уровне запоминает информацию и применяет ее в нужной жизненной ситуации. Каждый стих обязательно несет за собой позитивное влияние на ребенка. По городу днем попугаи летают, что-то в мешочках они собирают, а после мешочки на тачку кладут и к сиротам эти подарки везут. То есть показывает, что даже если у птичек есть сиротки какие-то, и птички заботятся о сиротах, то мы люди тем более должны заботиться о тех, которые в беде, которые в проблеме. Детская книга вышла пятитысячным тиражом. Священнослужитель Юрий уверяет, что эта книга станет полезной не только для занятий с детьми в воскресных школах, но и для обучения в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях.